Я стоялся на аналогии. Есть у людей два телефона, и они друг с другом могут общаться с помощью этих телефонов. Вот там логично, здесь медиапорт. Есть свой медиапорт на нативного сервиса, свой телефон. Есть медиапорт в веб-частях, тоже своего рода телефон. И вот, зная номера друг друга, то есть имена этих месседж-портов, они друг с другом общаются. В веб-части можно найти функцию LaunchServiceUp. Эта функция, ну, фактически запускает приложение, запускает наш нативный сервис, то есть она находится в окружении Тайзен. Просто по имени его запускаешь. Для того, чтобы иметь возможность общаться посредством месседж-порта, нам этот месседж-порт нужно запросить. То есть у нас есть старт-месседж-порт, который является оберткой для request-remote-месседж-порта, который есть в расширении девайса API в Тайзенском. Также находится в окружении Тайзен. Ну, по сути, мы запускаем сервис, запрашиваем ремонт-месседж-порт по имени сервиса и по имени этого порта, а дальше шлем в этот порт вот таким вот образом сообщение с помощью функции SendMessage. Чуть ниже у нас есть функция OnReceive, которая обрабатывает поступающие от нативного сервиса ответы. Соответственно, если у нас предыдущая команда была Ready, значит, мы можем нажать Play, если предыдущая команда была Play, значит, мы можем нажать Stop и так далее. Ну, вот на этом свою частью все, перейдем к нативной части. В нативной части, если мы будем создавать новый проект и выберем template нативный сервис, то большинство этих файлов, за исключением файлов Media Message Port и Media Player, вот, 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 вот Media Message Port и Media Player. Остальные файлы будут уже написаны и изменения там минимальными. Что нам нужно, чтобы умел Media-сервис? Нам нужно к нему прилепить, ну дать ему телефон, надо прилепить ему MediaMessagePort. И мы добавляем еще один класс, который наследуем от стандартного интерфейса iMessagePortListener. У него очень мало функций. Это функция Construct, это функция OnMessageReceivedN и SendMessage. Но помимо этого он должен знать еще, как его зовут и как зовут тот MessagePort, с которым он будет общаться. Если мы перейдем к реализации этих функций, мы увидим, что вызывает стандартная функция RequestLocalMessagePort. Дальше мы делаем этот MessagePort слушателем. Сообщений от удаленного message-порта. И соответственно дальше у нас функция OnMessageReceivedN. Эта функция принимает от веб-части сообщения. Вот вы видите, Connect, Play, Stop. И соответственным образом реагирует на эти сообщения. Реагирует таким образом? Выступает в роли Proxy. То есть получил команду Play, обработал, переслал сервису. Что фактически надо делать? То есть MessagePort выступает как независимая сущница. Она получила от веб-части сообщение, распарсила его, оттранслировала сообщение дальше в сервис. То есть если взять телефон, она транслировала в ухо и выдала ответ. А вот ухом здесь является медиа-сервис. И у него тоже есть функция OnMessageReceivedN, точнее называется. И вот она получает от message-порта, от телефона, некие команды и уже выполняет конкретные действия. То есть на команду Play она отвечает непосредственно проигрыванию файла. На команду стоп непосредственно остановка. Ну и так далее. Данный пример несколько осложнен тем, что класс-плеер пришлось реализовывать самостоятельно. Безусловно, класс-плеер уже есть в Тайзене. Однако, существуют события, связанные с проигрыванием файла, которые также могут повлиять на работу нашего приложения. Например, если поступил звонок входящий, и надо проиграть музыку, которая отвечает за тот номер, который вас вызывает, это событие имеет более высокий приоритет, чем ваш плеер. Соответственно, правильно будет, если ваш плеер замолкнет и проиграет мелодию входящего звонка. И вот чтобы это сделать, я стандартный класс расширил такими обработчиками, как ну, например, вот OnPlayer Interrupt Interrupted, вот о чем я и говорю. То есть, какой-то более приоритет событий произошло. Или, ну, файл закончился, надо как-то сообщить об этом, чтобы у нас кнопка play не висела нажата постоянно, чтобы ее отпустило. По всем остальном, это стандартный плеер. Вот, собственно, доказательства. С этим объектом я работаю внутри. В общем, вот, что из себя представляет гибридное приложение. Ну, и в качестве практической части вам предлагается сделать две кнопки в это приложение. Вот сейчас есть play и stop, а сделать еще паузу и резину. Ну, вообще, мы обычно соревнования устраиваем буду быстрее. Естественно, не за просто так. Но сейчас за просто так. Потому что устройства все получили. Соответственно, что надо сделать? Надо в JavaScript добавить в протокол еще какие-то события, да? Два события. Пауз и резюм. Соответственным образом изменить message-порт на тиму, чтобы он, как прокси, умел ретранслировать, умел реагировать на новые две команды. И, соответственно, медиасервис. Слушатель тоже изменен. В файле медиаплеера даже есть какие-то запутки. Дайте, 7 минут хватит. Сейчас время 23 минуты. Давайте ждем до половины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...